13 часов и 7 минут в нашем городе, это особое мнение Сегодня мы с вами услышим особое мнение Кирилла Писнова, координатора Кировского регионального отделения ЛДПР ЛДПР, Р не выговорился, сейчас будем тренироваться Кирилл, добрый день Добрый день, есть скороговорка такая Корабли лавировали, лавировали, да не вы лавировали Так точно, координаторы Кировского регионального отделения ЛДПР координировали, координировали и наконец вы координировали Отлично, отлично, размялись Хорошо, хорошо Я напоминаю нашим слушателям, что есть прямая трансляция в интернете на сайте Кирова.ру И есть там на главной странице в правом верхнем углу форма для того, чтобы вы смогли задать свой вопрос гостю особого мнения Есть парочка вопросов, и если позвольте, я, Кирилл, с них и начну Длинный вопрос к Валерии Семенищевой, я думаю, вы знакомы с ним Один из самых активных председателей ТСЖ в городе Кирова Семенищевой Пожалуй, самый активный, я бы так сказал Да, а может ли ЛДПР добиться открытости тарифов на региональном уровне? Имеется в виду тарифы ЖКХ Ну, тут чуть ранее в своем вопросе Валерий беседует на то, что крайне непрозрачно эти все вещи происходят Формируются, и люди по большому счету не знают конкретно за что они платят буквально до копейки Может ли ЛДПР добиться открытости, повышения открытости тарифов? Конечно, может при поддержке граждан, мы все можем Здесь вопрос больше в том, что есть большой противовес лобби серьезных крупных компаний Которые не хотят показывать свои доходы, не хотят показывать то, как формируются их сверхприбыли Сверхдоходы, как это происходит в службе по тарифам И здесь действительно есть ряд сложностей, которые нужно решать Но опять же, прям по шажочкам, по маленьким, по миллиметровым Проходить все, перелопачивать просто всю документацию И предлагать, чтобы она принималась То есть тут это достаточно долгий путь Но мы на нем крепко стоим давно И очень рады, когда с нами взаимодействуют такие активные старшие по домам Эксперты в сфере ЖКХ, как Валерий Семеничев Ну так кто круче-то все-таки в этой борьбе будет? Кто одержит победу? Время покажет эти мастодонты Конечно, добро победит зло всегда Добро победит зло Здесь вопрос времени только Мы все равно двигаемся, хоть и небольшими скромными шагами Но к развитию нормального общества гражданского Ну, я хочу свое мнение высказать Можно ли открытости добиться на региональном уровне? На мой взгляд, процент очень невели Я так считаю В этом году мы этого не доберемся На федеральном уровне? Вот тут, наверное, стоит поработать Это, как и обычно, вопрос, прежде всего, наверное, политической воли Политическая воля у нас сосредоточена в нескольких руках В руках нескольких людей Вот мы сколько говорили, допустим, по 282-й статье Владимир Вольфович Жириновский Жестко стоял на позиции, что статья должна быть отменена Напомните, эта статья о разжигании ненависти О разжигании ненависти К принятию ненависти По признакам социальной группы какой-то и так далее Здесь недавно внесены были поправки Владимиром Владимировичем Путиным То есть декриминализировали немного эту статью И сейчас у нас, как результат, я думаю, что Госдума обязательно принят этот законопроект Будут штрафы полагаться за лайки и репосты А не так, что два года за решетку молодых людей Которые, в принципе, ничего плохого-то не сделали, не подразумевали Здесь это как-то более разумно уже То, к чему как раз мы и призывали Здесь ключевой вопрос политической воли, как и везде Представители ДПР, я имею в виду сейчас на уровне страны Это коснулся закон? Где-то были прецеденты, что именно вот Ну, не знаю, если не члены партии, но сторонники Ну, сторонников точно это кослось У меня есть знакомые, которые уже успели отсидеть по этой статье При этом, да, да Реальные тюремные сроки Есть реальные тюремные сроки за репост Это мои знакомые Так называемый пакет яровой, да, если ты тогда придумал? Нет, это раньше Это еще раньше, это был 11-12 год С 14-го они там в самом жестком варианте начали очень активно действовать А сейчас их начали смягчать Наконец-то услышали ЛДПР Наконец-то услышали Жириновского И как-то хоть смягчили наказание Хорошо, тему открытости тарифов ЖКХ не забывайте Держите на контроле Я просто хочу следующий вопрос задать Антон, интересуется, будете ли вы продолжать свою общественную деятельность В сфере борьбы с распитием алкоголя в общественных местах Какие еще проекты вы планируете реализовать в ближайшем будущем? Ну вот как раз до начала передачи вы пояснили, что вы имели и не имеете непосредственное отношение к движению Трезвые дворы Новости активно появлялись, но это давненько уже в информационном поле, именно в нашем городе Но я помню прекрасно, я сам видел эти ролики, где вы идете, например, по парку Видите, что люди действительно распивают это общественное место Ну и вы каким-то образом пытаетесь увещевать, чтобы они это не делали Ну мы сейчас этот проект продолжаем Другой вопрос, что не всегда под рукой камера есть Не всегда есть необходимость выкладывать людей и позорить То есть это самые резонансные вещи, когда необходимо показать, что вот так, оказывается, можно просто подойти к человеку Напомнить ему о том, что нельзя распивать в общественном месте И более того, он может спокойно, прислушившись к вашим словам, развернуться и идти пить в отведенных местах дома или в кафе Вот и все, и этот проект, безусловно, мы будем продолжать Потому что проблема до сих пор есть Здесь эту проблему нужно решать комплексно Прежде всего, наверное, не знаю, кто инициатор этой поправки был Но не наши депутаты, хотя наши депутаты, безусловно, бы ее поддержали В фракции ЛДПР, я имею в городской думе Относительно дополнительных ограничений по продаже алкоголя Что вы имеете в виду? Здесь нужно ограничивать серьезно продажи алкоголя Относительно радиусов от образовательных учреждений, от медицинских Есть такие нормы? Есть нормы, которые отдают по сигаретам, точно есть, по табаку, вернее сказать По алкоголю они отданы федеральным законодательством на откуп, на местный уровень И в Кирове они не действовали Так они приняты, если не ошибаюсь А алкоголь все-таки приняты? Насколько я знаю, но последнюю повестку Гордума я смотрел Там этого вопроса вообще не было О, тут надо поинтересоваться Сказать, что вопроса я не видел Что еще предлагаете? Ну и далее мы будем прорабатывать этот вопрос, опять же, с теруправлениями Уже начали, правда, все это немножко затянулось в связи с выборами Относительно установки табличек, рекреационных зонах Что пить-то все-таки нельзя там Вы думаете, что это поможет? Я думаю, да, семантика, она прям влияет То есть зачастую подходишь к человеку, не могли бы здесь не курить Он покажешь на значок, он уходит Несмотря на то, что там и запрета законов нет о курении, где бы то, в каком бы то ни было месте А вот висит значок, он почему-то обращает на это внимание Совестливый, да? Проявляет внимание В этом есть смысл, просто это лучший способ напомнить Ну, вам не кажется, что здесь проблема намного глубже? Не просто так ходить с ней и заставлять удалиться куда-то в закрытое место и не пить Вообще, тема мировоззрения А я и говорю, что она комплексная Тема отношения к людям Здесь и законодательно нужно ограничивать И вот прививать эту историю, когда мы должны общаться И просить просто Ну, опять же, мы всегда в этих видео вежливо просим людей прекратить распитие И всегда именно так и происходит И это, конечно, вопрос воспитания У нас очень мало пропаганды относительно здорового, трезвого образа жизни Я, честно говоря, не видел ее практически Вот сейчас бы ту пропаганду, которая направлена на поддержку пенсионной реформы Обратить в русло трезвого образа жизни Это было бы прекрасно То есть уже бы отложилось что-то в памяти У подрастающих поколений о том, что это плохо употреблять Тут, конечно, можно продолжать дискутировать Но я все-таки, я наверняка знаю, что вы слышали Вопрос В нашем городе тысячи и тысячи простых трудят Как и в любом другом российском крупном городе Которые от понедельника до пятницы пахали И они считают, что имеют полное право В выходной день, в субботу или воскресенье Выйти в парк, купить бутылочку чего-нибудь и сидеть Вот это их право Да, и в ваших видео, по-моему, эта точка зрения транслировалась зачастую Чего вы ко мне пристаёте? Да, они в полной уверенности, что это их право Хотя есть прямой запрет законодательства на это Несмотря на то, что тара... Без разницы Просто здесь не предусмотрено Здесь речь идёт о том, что распитие из какой-либо то ни было Какой бы то ни было Тары в общественных местах незаконны Только в специально отведённых кафе Дома, пожалуйста На улице, просто на улице даже Не обязательно в парке На площади, на тротуаре, где-то человек идёт с пивом Это запрещено Ну, ваши будут продолжаться, да? Конечно, конечно, да Рейды, видео выкладывают Канал какой-то есть, напомните, да? Да, по-моему, канал «Трезвые дворы» Я не ключевое действующее лицо Я скорее с очистной организацией взаимодействую Но появляюсь В давнении не выкладывали свежие видео Хорошо, Кирилл Песный, координатор Кировского регионального отделения ЛДПР Мы продолжим нашу беседу через полминуты Особое мнение Кирилла Песного Координатора Кировского регионального отделения ЛДПР Сайт эхокирова.ру Там тоже есть трансляция нашей беседы И позже там появится аудио- и видео-версия программы Кроме того, текстовая часть Тоже мы обязательно её опубликуем Давайте вспомним до выборов в Гордуме Которые состоялись 9 сентября Как-то сосредоточилось по прошествии их Наше внимание на двух победителей По двух победителях, по двум округам Это Михаил Ковязин и Павел Валенчук Вы же тоже участвовали, вы же тоже были зарегистрированы кандидатом Все верно, да По 12 октябрьскому был кандидатом Какой у вас результат? Результат у меня достаточно скромный За меня в абсолютном количестве проголосовали 137 Из общего количества пришедших 3100 Но это люди, я очень активно участвовал Там не было никаких финансовых вложений в компанию Я просто ходил общаться с людьми Примерно 5% где-то так вот, да? Голосов, ну 2 с лишним тысячи и 132 Да, примерно, чуть больше Да, чуть больше 5% Ну то есть результат достаточно скромный Но здесь вообще нельзя говорить о какой-то объективности выборов Когда явка 8% составляет Это совершенно несерьезная история Обсуждать, да И мои как раз Мое внимание, пожалуй, больше было сосредоточено на действиях Особенно после выборов Которые разворачивались на двух победителях Во Владимирской области и в Хабаровском крае Где у нас прошли губернаторы Да, наши от партии ЛДПР Там и коллеги Черкасова Кирилла Игоревича по Государственной Думе И хороший друг Фургалов победил в Хабаровском крае Здесь действительно конкретный результат Который показали вот Просто сосредоточившись в нужном месте То есть мы не распылялись Мы сосредоточились на федеральном уровне Хорошо, давайте все-таки к нашим выборам вернемся А о вас поговорим Вы рассчитывали на больший результат? Честно сказать, да, конечно Ну и оптимист по жизни На больше или на победу вообще, в принципе? Работаешь всегда на победу И смысл идти на выборы, если ты работаешь не на победу Ну вот если сейчас оценить вложения моральные, физические и прочие И результат вот эти 100 с лишним человек Вы чувствуете удовлетворенность Либо неудовлетворенность Таким количеством отданных за вас голосов? Возможно, если бы это были первые выборы В которых я не победил Это были восьмые уже выборы И ни разу я не становился депутатом Но никогда я не был техническим кандидатом Всегда работал с... Ну основной целью было в процессе Помочь как можно большему количеству людей Потому что в процессе выборов все-таки власть прислушивается Старается что-то возиться делать И там можно под шумок выборов Очень много хороших вещей реализовать Полезных для граждан Плюс активность граждан повышается Почему-то вот есть всегда мнение о том Что политические партии работают только перед выборами На самом деле это граждане вспоминают про политические партии И только перед выборами начинают ходить Это с одного ракурса это правда Это с обоих ракурсов правда Это с обоих ракурсов правда То есть у каждого она своя И факт остается в том, что действительно эффективнее работать в предыборную кампанию, я познакомился. Вот 137 человек, это, наверное, я лично всех знаю, познакомился с ними. Ваши друзья в социальной сети? Теперь, да, то есть раздал огромное количество визиток с личным номером телефона, мне звонят до сих пор, и до сих пор мы занимаемся решением вопросов этого округа и будем продолжать этим заниматься. Что касается претензий к открытости и честности этих довыборов, есть претензии? Вообще нет никаких совершенно претензий относительно того, как все прошло. Все прошло химически чисто. Единственный вопрос, что люди о них не знали. То есть то ли бюджетов комиссиям не хватило, то ли они, может быть, не так хорошо сработали по приглашению, то ли люди просто... Это чье обращение? Кто виноват? Это в 2006 году отменили порог явки. Кто в этом виноват, я не помню, но смысл в том, что... Путин был тогда президентом. С тех пор все тогда и покатилось в тартарары в плане того, что люди стали ассоциировать власть с выборами, то есть не с возможностью выбрать кого-то своего, изменить свою жизнь, а исключительно с чиновниками и перестали просто верить в результат. Сейчас ничего не нужно даже фальсифицировать. Просто приводишь своих людей и все. И результат на выборах есть. Остальные, те, кто разуверился в этой власти, пропаганда их довела до той мысли, что сидите дома. Не нравится власть, сидите дома. Вот такая демократия. Вы хотите другой демократии? Я хочу, конечно, большего вовлечения людей в политические процессы, большего понимания, чтобы все вникали. Это совершенно нормально, когда ты приходишь на участок, заранее смотришь, кто из кандидатов у тебя есть, стараешься с ними ознакомиться, а не так, что ждешь, когда кто-то придет к тебе и станцует из этих кандидатов, убедит тебя голосовать или покрасит какую-то преференцию, сомнительную услугу окажет, чтобы купить голос. Это не демократия точно. Вам не кажется, что люди во всей стране, большинство людей, они уже давно разуверились во власти, а власть это и чиновники, и депутаты, и люди, идущие в депутаты, на фоне всех этих громких скандалов, сообщений, попал человек на теплое место, потом смотришь, он уже за решетку пошел и так далее. Вот отторжение какое-то у народа, возможно, присутствует. Да не то, что-то кажется, это так и есть. Есть? Есть, конечно. Я просто так аккуратненько подвожу. Конечно, это так и есть. Я сам прекрасно понимаю, что это... Безусловно, я провел там 25 встреч, ну, может быть, чуть больше на округе с избирателями, присутствовало большое количество людей, но не все в меня поверили. Далеко не все. И вообще приходилось начинать разговор с того, что я пришел здесь хотя бы узнать, как у вас дела, хотя бы понять, что у вас тут происходит. Я ведь не могу знать о всех проблемах. Они меня уже воспринимали как депутата, хотя я всего лишь кандидата, никогда депутатом-то не был. То есть, ну, вот здесь нельзя сказать, что народ плохой, но очень хочется призвать всех все-таки разбираться в общественно-политических процессах. Это важно. От этого зависит то, как мы с вами будем жить. Ну, упомянутые кандидаты теперь уже депутаты Кировской городской думы, которые прошли до этих до выборов. До выборов Михаил Ковязин, который набрал 700 с небольшим, да, в итоге голосов, и Павел Валенчук, у которого 500 с небольшим голосов. Несколько сотен они как раз сделали эти выборы. Ваше мнение об этих людях или как-то сейчас уже... Ну, наверное, замечательные люди, а как они проверят, проявят себя в качестве депутатов, мы посмотрим. С Михаилом Николаевичем, он был моим непосредственным конкурентом на выборах, мы знакомы. В процессе выборов познакомились. По филейке, да? Есть, конечно, там, наверное, нюансы, за что его подцепить, как кандидат. За что цеплять? Михаил Николаевич любит свой округ, прям горится, сделает, чтобы улучшить жизнь непосредственно на филейке. Ну, я привык к конструктиве мыслить. Я здесь хотел бы сказать лишь о том, что действительно он горит за свой округ, действительно он горит за свой дом и хочет что-то менять. И если от него будут какие-то инициативы, идеи, всегда готовы их поддержать. И, кстати, более того, если у нас какие-то будут идеи, инициативы по развитию округа, я думаю, что с ними я провзаимодействую. Это совершенно нормально. А Валенчок-младший, ну, вы же знаете, что в народе говорят, да? Ну, вот, отец передает место сыну. Ну, до передачи, мне кажется, еще очень-очень не скоро. Здесь вопрос просто резюме. Человек получает галочки и так далее. Как он, вряд ли он себя проявит в качестве депутата, тем более народную площадку зачистили еще до выборов перед этим. У нас кандидат был там без особых финансовых и временных возможностей, поэтому победил денежно-ресурс, на мой взгляд. Ну, кстати, Михаил Ковязин, уже будучи избранным депутатом, заявил в нашем эфире о том, что не надо тратить, наверное, бюджетные деньги на украшение театральной площади к Новому году, надо решать другие социально важные проблемы. Пускай у нас будет мрачный Новый год, сказал Михаил Николаевич, но при этом будет чисто светло и дешевая теплая энергия. Его и поддержали тогда за это высказывание, не пожурили, конечно, мол, не надо лишать людей новогоднего праздника, как так, и так же и серое. Во всем мера должна быть все-таки. И первое время чумы, действительно, иначе не скажешь, когда выходишь из магазина, ну, из любого подъезда наступаешь в лужу сразу же, это не повод гирлянду развесить на елку. Совсем. То есть, и те суммы, о которых говорят, на украшение театральной площади, это опять история совершенно неоправданная. Если говорить о том, нравится ли мне убранство города, то и убранство площади. Оно в прошлом году, на мой взгляд, смотрелось достаточно мрачно, несмотря на затраченные деньги. 13 миллионов, это не ошибаюсь. Ну, я, честно говоря, цифрами не оперирую, но это было все равно мрачно. Есть ли смысл тратить 13 миллионов, когда можно обойтись одним-двумя, то есть, обозначить основными, может быть, сделать какие-то более удобные для пешеходов общественные пространства. Ну, для людей, просто для гаража. У нас вот просто пустая площадь стоит. Ну, то есть, на большую часть лет, конечно, стояли какие-то сооружения, но они практически недоступны были там под какие-то мероприятия. Просто человеку зайти под навес, посидеть там, укрыться от дождя, сейчас, может быть, даже от снега было невозможно. А зачем вот разобрали эту конструкцию временно деревянную? Очень даже удобное место. Не хватает скамеек, не хватает посадочных мест. Просто прийти, посидеть недалеко от фонтана, на общественные зоны, это совершенно нормальная история, чтобы пообщаться. Ну, раз уж мы заговорили о театральной площади, тут уж и трясово куплю этот вопрос. Городская администрация объявила конкурс на реконструкцию театральной площади, хотя вот я, честно, не уверен, что действительно это будет реализовано в ближайшее время, ну, может быть, когда-то. Ну, это мое мнение. Вам чего не хватает на современной театральной площади областного центра? Нужно ли ее как-то модифицировать, модернизировать? Ну, я вот сейчас ручаюсь практически на 100%, что вы можете сказать, что театральную площадь нужно открыто делать для всех. Хочешь там митинговать, начать и митингуй. Хочешь там плясать, петь, иди пляши пой. Я прав? Начнем с митингов, да. Начнем с митингов. Ну, хорошо, не даете. У нас есть по 54-му, опять же, собрание, шествия и так далее, возможность собираться. Давайте мы без митингов, без звукоусиливающих и так далее будем собираться на площади, но создайте инфраструктуру там, чтобы могли пожилые люди присесть. Присесть не просто на скамейку мокрую, под крышей, под сооружением этим. На самом деле, вместо того, чтобы просто провести, отшуметь, сказать, что прошли какие-то мероприятия, нужно было наблюдать, как люди пользуются этой инфраструктурой. То, что здесь происходило на мероприятии, то есть какой отклик был от этого. И на основании этого уже предъявлять какие-то требования конкурсантам, которые будут предлагать свои идеи по улучшению площади. То есть вот это, безусловно, нужно учитывать. Особенно меня волнует момент проведения 9 мая праздников на Дня Победы на этой площади, когда нет, просто, наверное, чиновники не видели слезы детей, которых не пускают туда, на аппарат, посмотреть. Да, это правда. Наверное, просто недовольных очень много, огорченных, обиженных. И это никак не скажешь, кроме как это отвратительное и мерзкое, вот так огораживать. Я понимаю вопрос о безопасности, но не пускать людей. Посмотреть парад – это нечто простое. Может быть, стоит пересмотреть, как этот парад будет проходить. Может быть, стоит начать его с Октябрьского проспекта, чтобы люди смогли рассредоточиться там по площади, вернее, по тротуарам, по улицам посмотреть его мимо театралки, пустить по театральной площади и вниз туда к вечному огню к реке. То есть, чтобы люди могли действительно там стать по сторонам. Все желающие посмотреть на парад, а не только какие-то избранные. Вот мы сколько успеваем там по проходкам привезти людей, желающих просто столько проводим. Но это совершенно неправильный, простой, гадский подход. Ну да, вы сейчас очень такой моральный вопрос очень серьезный затронули. Мне трудно, конечно, не поддержать вас в этом вопросе. Ну да, по поводу театральной площади еще. Вам все-таки не обидно, что наша главная площадь, область, да, главная площадь, она по большому счету большинство времени в году, она пустует. Вот о чем я и говорю, да, обидно, конечно. Я и говорю, то есть это совершенно ненормальная история, когда просто площадь закатана в асфальт, и на ней ничего нет. Случайные люди. И более того, она превращается сейчас уже в парковку постепенно. Это не тот путь, который нам нужен, точно развитию. Центра города точно нет. Если мы будем опрашивать людей, да, возможно, парковка удобна тем, кто здесь работает, приезжая сюда на автомобилях. Но тут ведь и туристы, тут со всего и со всей области приезжают люди. И те, кто здесь живет, просто хотели бы просто отдыхать, иметь такое место. Это очень совершенно неправильный путь развития. Кирилл Песный, координатор Кировского регионального отделения ЛДПР. Обязательно не дождитесь продолжения нашего разговора. Оно будет буквально через полторы минуты. Кирилл приготовил сегодня эксклюзив небольшой. Документы. Речь идет о законопроекте, который будет вноситься или вживней всем. Вот сейчас он попал, параллельно должен был попасть в приемный губернатор. Да, будет вноситься на рассмотрение областного законодательного собрания. Это касается выплат родителям или родителю, чей ребенок не попал в детский сад. Совершенно верно. Мы продолжим через полторы минуты. Продолжаем наше общение. Кирилл Песный, координатор Кировского регионального отделения ЛДПР. Готовил вам, Кирилл, вопрос о инициативе законодательной. В ОЗС будет вноситься законопроект о выплате компенсации на каждого ребенка, который не ходит в детский сад. Об этом сообщила на днях ваша коллега, депутат Гордума от ЛДПР Татьяна Веселова. И вот вы сегодня на эфир уже принесли конкретный текст, прям распечатанный. Это и пояснительная записка, да? Да, это и пояснительная записка. Давайте подробно об инициативе, пожалуйста. Здесь, наверное, вообще стоит начать напомнить еще о том, что у нас в августе началась вся эта история с нехваткой в детских садах в Кирове. Нет, началась история сама с нехваткой, она гораздо раньше началась, очень давно. Опострилась. Да, вы имеете в виду открытое мероприятие у филармонии, которое прошло 1 августа, да? 1 августа, да, прошел он пикет. Организованная ЛДПР как раз. Ну да, мы были организаторами, хотя по факту это все заслуга родителей, которые собрались, смогли объединиться и показать то, что они против проблемы выступают, и они до сих пор против нее выступают. После этого мы пытались согласовать круглый стол, ну, пикеты не сильно были услышаны властью. После этого мы стали вызывать власть на диалог в рамках круглого стола. 18 сентября наконец состоялся круглый стол, на котором доложили нам представители власти о том, что 6 детских садов строятся. Причем темпы строительства выросли, если до этого планировалось закончить большую часть детских садов в следующем году, то сейчас построить их планируются уже все в этом году, их, по-моему, денно и ночно строят. И как результат... Да, есть об этом информация, да и... То есть это вот к слову о том, что все-таки... к чему приводят протесты, к чему приводят пикеты, и к чему... как можно ускорить... То есть вы напрямую связываете такое ударное строительство с вот таким возмущением, высказыванием возмущения? Конечно. Здесь больше всего возмущение высказывает непосредственно господин Шульгин, который не понимает, почему на него все это свалилось и как это решать. Причем явно человек сейчас расписывается в том, что он не знает, как решать эту проблему. Но, подождите, тут, наверное, надо отвечать. Он не знает, как решать эту проблему мгновенно, вот сейчас. А мы ведь и не просим мгновенно, мы просим сейчас. Он же попросил, подождите, давайте подождем. Подождите, это не план работы. Сейчас решить это невозможно. Вот это совершенно не то, что мы хотели услышать. Мы позволили им оттянуть... Вот мы сначала хотели провести свой круглый стол в августе, потом они... А кого хотели приглашать? Тот же чиновник? Тот же самый состав, в принципе, то есть тех же профильных чиновников, которые присутствовали там на круглом столе. Дальше инициативу перехватили в городском собрании, в городской думе. И, в принципе, вместо того, что мы хотели услышать планы работы с конкретными сроками по решению сложившейся ситуации, мы услышали о том, что вот дело... о том, что, в общем-то, читали в газетах, читали на сайтах новостных изданий и так далее. То есть, строятся эти сады. Как решаться проблема будет дальше, мы не услышали. То есть, они там, опять же, общими словами говорили о том, что будем просматривать вопросы о том, как перевести некоторые помещения в пользование муниципальное, которое принадлежат муниципалитету до сих пор, или там были проданы и так далее. Вы имеете в виду бывшие здания детских садов, которые в 90-е годы были отведены под другие нужды. Совершенно верно. И об этом тоже речь шла. Были ведь названы конкретные адреса. Их немного. Из 19 адресов, которые мы предложили и считаем вполне вероятными к переводу, было предложено 2, если я не ошибаюсь. Нет, 4. 4. Замечательно. Кроме того, это то, что мы нашли... А всего 32 объекта. Это то, что принадлежит муниципалитету, то, что принадлежит области. А коммерческие объекты, ну давайте возьмем аренду. Или вот очень интересная позиция у одного из депутатов Городумы есть. Давайте попросим построить детские сады, и в рассрочку у нас город их будет покупать. Ну, у нас есть вполне серьезные. А кто озвучил фонику в студию? Журавлев, по-моему. Владимир Владимирович Журавлев эту историю озвучил, и мы эту историю поддерживаем. И это хорошее креативное решение. То есть застройщик строительная компания возводит, ценник называется, и постепенно муниципалитет выплачивает из бюджета. Да, да, совершенно верно. То есть рассрочку на 5-6 лет. И это как-то начнет уже решать вопрос. Проблема комплексная, как и любая другая, пожалуй. То есть люди сейчас уже сидят без возможности выйти на работу, с детьми на руках, и не получают места в детских садах. То есть это большая проблема для экономики города, для экономики региона. Реально большая, когда это плохо. То есть можно прям 2 тысячи детей умножать на двоих родителей и получать результат. Когда люди не могут полностью экономически быть полезны региону, городу. В принципе, я еще в момент, Кирилл, все-таки вы согласны с тем, что сейчас мгновенно эту проблему решить нельзя? Конечно. Согласен? Ну, никто не волшебный. Конечно, я согласен. Здесь никто и не требовал. А еще давайте повторимся, что люди, давайте подождем. Так что мы ждем-то? Вот, например, зам администрации, которая курирует социальную сферу, Лариса Копосова, говорила в нашей студии, что ранее 2022 года мы эту проблему, скорее всего, не решим. Вот, как я сказала. Когда... Я специально ее просил. Озвучьте, пожалуйста, дату. Возьмите на себя такую ответственность. Ну, это вот она прям очень аккуратно ее озвучила. Эту проблему можно решить фактически, физически в следующем году. Девятнадцатом. Конечно. В этом году ее можно прям уже наполовину решить, да, или более. Другой вопрос, опять же, политической воли и желания это делать. И рассказывать нам про эти шесть детских садов. По-моему, ни один регион вообще не остался без детских садов. Вот по этой федеральной программе. Все получили. И рассказывать... В смысле, строительство, да? Да, 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 строительство. А если бы цифры тогда не скрывались, подавались в том количестве, которое они были в действительности, то есть и действительная цифра нехватки называлась мест в детских садах, нам бы дали еще больше бюджетных денег, федерация, и мы могли бы построить больше детских садов. Не знаю, там, это вопрос, опять же, Шургина на тот момент был, Ковалевой или их предшественников, но суть в том, что сейчас нужно уже подходить к этому вопросу более серьезно. Говорить о вопросах школ уже нужно начинать на будущее, если они планируют оставаться у нас мэром, господин Шургин. И об этом нужно уже сейчас задумываться. Кирилл, у нас пять минут остается, мы еще ни слова... А, ни слова, ни слова, ни слова, ни слова не скажем. Совершенно верно. Давайте все-таки это все в этом же курсе, да? Здесь комплексно, в рамках города, что еще, наверное, Татьяне Веселовой нужно было бы отметить в своих выступлениях о том, что нам нужно изменять сейчас схему, механизм распределения мест в детских садах, закрепить эту историю территориально, как за школами, закреплены у нас. Это множество проблем сразу решит, и об этом нас просят родители. Вот после круглого стола Комитет защиты прав матерей был создан, и наши депутаты внесли в законодательное собрание тоже, опять же, это не панацея, но поправку к законопроекту губернаторскому, который предусматривал 5 тысяч рублей для тех, кто не получил, для детей, которые не получили места в детских садах. Родившиеся после августа 17-го года. Здесь стоит сказать, что там было огромное количество ограничений от полутора до трех лет, только дети, только за второго ребенка, тех, у кого средний душевой доход не превышает 21 тысячи рублей, и там еще, по-моему, какие-то были ограничения. Мы сейчас вносим поправки как раз относительно того, что... Не торопитесь, мы это возьмем в новости, не торопитесь, успеем. Относительно того, что этот закон, он именно предусматривает, эта поправка, она предусматривает снятие как раз этих ограничений, то есть не с полутора до трех, а с полутора до пяти лет хотя бы, то есть до пяти лет уже, наверное, все дети в садик попадут, которые должны были попасть. И не за второго ребенка, а с первого, если первый уже в садик не попал, или третий не попал, то есть ну, это тоже должно быть предусмотрено и обязательно. Потому что вот те ограничения, которые были установлены, у них там очень мало получателей, эти рекорды. Плюс этот законопроект, самое главное, этот законопроект, на наш взгляд, не требует каких-то дополнительных увеличений социальных статей. Можно перераспределить просто. Нет увеличения, на ваш взгляд, из бюджета, да? Да, 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 потому что есть, естественно, совершенно убыль льготополучателей прочих форматов, и их можно перераспределять, то есть это дети войны, да, которые постоянно с каждым годом становятся все меньше и меньше, и прочих нюансов, которые можно было перераспределить как раз на нужды детей. И это хотя бы поможет как-то возместить расходы на транспорт, когда, ну, необходимо далеко добираться до детских садов, или на детские сады. Хотя бы не придется родителям отдавать большую часть зарплаты, ну, там, маме или папе отдавать большую часть или там солидную часть зарплаты за оплату коммерческого детского сада. Здесь вариантов решения проблемы на самом деле множество, и мы будем пытаться все их задействовать, и на городском уровне сейчас будем обращаться, чтобы, ну, на имя Ковалевой, чтобы рассмотрели все варианты по изменению этого механизма для удобства именно родителей, как распределять места в детских садах. Не по принципу возраста, а по принципу места жительства. Это намного правильнее. Со всех позиций решает множество проблем. Так, давайте еще раз подытожим. ЛДПР, фракция ЛДПР в нашем областном парламенте вносит законопроект поправки к уже принятому действующему закону, который гарантирует каждому родителю, чей ребенок... С 1 января. С 1 января следующего года. 5 тысяч рублей не каждому родителю, одному из родителей на ребенка, на каждого ребенка, который не получил место в детском саду, если доход среднедушевой семьи не превышает 21 тысяч рублей, если ребенку есть полтора года, вот эту компенсацию. Это вот те поправки, которые сейчас внесены. Закон уже принят. Когда будут рассматриваться? Можем сейчас об этом говорить. Сложно сказать по регламенту, но я надеюсь, что... Комитет нужно сейчас еще пройти. Сейчас губернатор дает свое заключение. Как раз у него сейчас находится на первой стадии законопроект, затем комитет рассматривает. Но это достаточно быстро перед непосредственно пленарным заседанием. Но я думаю, что в этом месяце он уже вполне может пропасть. На октябрь с пленарным заседанием ОЗС может быть рассмотрен. То есть последние четверки, если не ошибаюсь, месяца у нас проходит пленарное заседание, и на нем будут рассматривать этот вопрос. Я надеюсь, мало того, что рассмотрят, еще и поддержат все депутаты, понимая, насколько эта проблема острая для города Кирова. Хорошо, Кирилл, буквально минута, даже чуть поменьше. Вопрос, который тоже еще не озвучил, но очень важный. 29 сентября был митинг по поводу повышения пенсионного возраста. Скажите, вы продолжите выводить людей, организовать? А выводить? Ну, здесь неправильное слово подобное. Ну уж, извините. Мы приглашаем, и люди с вами выходят. Приглашать, да, поддерживать так все. Меня очень порадовало, что было... Я на этом митинге реально познакомился с большим количеством людей. 29 сентября. 29 сентября. Несмотря на то, что не очень много людей. Ну, да. Ну, как бы, 15 человек я точно узнал новых, которых никогда не видел на публичных мероприятиях, которых нигде никогда не видел, и они достаточно активны. И это как раз то, о чем я сказал, что этот вопрос еще аукнется власти. Очень большая активность просыпается в людях. Сейчас это, конечно, большой плюс развитию нашего общества, демократии в стране. Поэтому выводить мы не выводили. Приглашать, ну, наверное, не будем. Организовывать, скорее всего, тоже не будем. Здесь другие форматы нужно подбирать. Это был вопрос, скорее, не массовости, а принципиальности. Мы отметили свою принципиальную позицию, что мы как были против, так и остаемся при своем, что пенсионная реформа не должна затрагивать увеличение, повышение пенсионного возраста, скорее, наоборот, пенсионный возраст нужно понижать. То есть 29 сентября был последний митинг по этому вопросу, организованный Кировским рекотделением ЛТП. Возможно, мы примем участие, если, опять же, проявит инициативу еще кто-то. А, другие силы какие-то? Конечно, мы как шли к вопросу объединения, то есть мы своих членов партии повестим обязательно, если какие-то мероприятия будут проходить. Но конкретно ЛТП планов на данный момент таких нет? Скорее, это будут поправки и предложения, опять же, государственные думы со временем, по возвращению все к тому формату, какому и было. Спасибо. Завершается особое мнение. Кирилл Писный, координатор Кировского регионального отделения ЛТП. Всего доброго. До встречи. До свидания.